Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новости региона. В студии Виталий Барташевич. Смотрите сегодня выпуски. Уборочная кампания в Брестской области вышла на финальную прямую. Пенсионерам нужно дать возможность работать. Пинск посетила министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Марьяна Щеткина. В школу с добрым сердцем по всей стране проходит благотворительная акция. Уборочная кампания 2015 на Брестске не подходит к завершению. В сельхозорганизациях Барановичского района на отчетную дату достигнута наивысшая урожайность. 55,5 центнеров с гектара, а это плюс 4,6 центнера с гектара к уровню прошлого года. Уже сегодня видно, несмотря на неустойчивую и сухую погоду, урожай будет лучше прошлогоднего. А Барановичскому району удастся перешагнуть предыдущий рекорд и собрать 200 тысяч тонн зерновых культур. В Брестской области уже обмолочено 335,5 тысяч гектара или 99,8% уборочной. Намолочено 1393,6 тысяч тонн зерна при урожайности 41,6 центнера с гектара. Наивысшая урожайность по состоянию на 19 августа была достигнута в сельхозорганизациях Барановичского района. 55,5 центнера с кругом, а это плюс 4,6 центнера с гектара к уровню прошлого года. Деревня Мицковичи на земле, которой мы находились еще год назад, относилась к Барановичи райагросервису. И такого урожая ранее здесь ни земля, ни люди не видели. Залог успеха – соблюдение технологического процесса в работе с начала подготовки почвы к севу и до уборочной. Тут общий залог. В первую очередь, как вы сказали, это технология возделывания зерновых культур. Мы очень много вкладываем в эту землю. Приобретена новая техника. На сегодняшний момент только 6 единиц самоходной техники приобретено. Внесение минеральных удобрений. Поэтому мы второй год занимаемся безотвальной отработкой почвы. То есть мы не занимаемся, как все хозяйства района. Мы вообще забыли, что такое плуг. Мы не пашем. Вы обратите внимание, вот эта вот обработка почвы – это так называемые дисковые плуги. Это российская технология, поэтому мы пошли по этому пути. Надеемся, что будет результат в следующем году еще больше. Всего у открытого акционерного общества «Барановичская птицефабрика» 11 860 гектаров сельхозугодий. В этом году предприятие вышло на 22 тысячи тонны. Это пока лучшее достижение при урожайности 54,6 центнера с гектаром. На этом поле активно идет уборка последней оставшейся культуры. Бобовые – площадь 1300 гектаров, на молот – 23,4 центнера с круга. Эта урожайность ниже прошлогодней, ввиду того, что бобы – культура влаголюбивая. Но, тем не менее, руководитель предприятия уверен, что объем для своего потребления, а именно для обеспечения птицы, будет выполнен. Среди комбайнеров по области намолотивших более 1000 тонн 372 экипажа, 1500 54, 2000 тонн намолотило 11 экипажей. И трехтысячник в области и в районе по состоянию на вечер 19 августа был один. Семейный экипаж отца и сына Калинковичей из барановичской птицефабрики. Погода благоприятная была, организация труда, все вовремя, все четко, отвозка, питание, все как бы изведено одной цепи. Думали, что достигните такого результата? Нет, даже не задумывались. Получается, все произошло, как произошло. Не стремились, как бы, ну, было иногда что-то непонятное, но, как бы, все равно, медленно, но уверенно. Это тоже результат такой маленькой победы внутри, потому что 3000 намолотить и убрать почти 1000 гектаров, это результат хороший. Поэтому, с чем я их и поздравляю. Председатель облсполкома Анатолий Лис поздравил комбайнеров с высоким результатом, поблагодарил за работу и вручил благодарственные письма и денежные премии, отметив, что во главу угла всегда ставится человек. Ведь при любой погоде эти люди в поле. Настроение хорошее. Мы, вообще-то, ожидали меньшего результата, чем достигли. Почему? Потому что в начале уборки пришлось 10 тысяч гектаров убрать из зерновой группы в кормовую группу перевезти, потому что, ну, не сложился там урожай. И поэтому думали, что намолотим где-то, ну, на 150-200 тысяч меньше. Но благодаря вот Барановичскому району, Ляховичскому району, где урожай на свыше 50 центнеров, они, значит, зерна получили намного больше, чем даже мы думали. И в целом у нас вот сложилось такой хороший результат, 1,4 млн тонн. В прошлом году, это был один из самых урожайных, за последние годы, был урожай собран 1 млн 450 тысяч. То есть мы практически только где-то вот 40-45 тысяч не доберем к самому урожайному году. Поэтому считаем, что даже при этих сложных погодных условиях, при соблюдении технологии строго, значит, и при ответственной работе, механизаторов, руководителей, специалистов, значит, мы вот смогли получить такой достойный результат. Поэтому это радует. Председатель райисполкома вручил главе области каравай со знаменательной цифрой – 199 тысяч тонн. Но урожай этого года будет выше – 200 тысяч. Рекорд прошлого года будет побит. Вот сегодня уже можно говорить, что получилось благодаря тем людям, которые трудились, благодаря технологии, выдержали технологии. Благодаря людям, которые работали. Это видно было первоначально, что урожай будет неплохой. Во-первых, дождь шел до самой уборки, дожди проходили, зерно сформировалось, как положено, как в народе говорят, а пшеница стеклянная такая, выполненная, она имеет вес. То есть зерно было сформировалось, это позволило погоду, оно было видно. Ну, наперед не хотелось говорить этого. Ну, конечно, такого урожая, конечно, мы не ожидали. Мы думали, на уровне прошлого года. Так вот говорили, что где-то в прошлом году у нас 182 тысячи было. 52 центнера. Ну, и думали, вот так где-то будет. Ну, к счастью, к успеху наших людей. Сегодня мы видим, что реально будет, я думаю, что будет. На сегодняшний день, вот к вечеру уже говорят 199 тысяч. Я думаю, что еще у нас есть что убирать немножко, доубирать. Думаю, что тысячу еще наберем. Высокий результат урожая – это подспорье для кормления животных. Это значит, что культуру не надо будет закупать, и финансовые средства останутся внутри предприятий. После уборки аграрии будут готовиться к осеннему севу. А это уборка соломы, подготовка почвы. Уже в некоторых сельхозпредприятиях идет сев Азимова Рапса. В поле всегда много работы резюмировал председатель райисполкома. И кто будет первым в своем труде, будет известно на областных дожинках, которые состоятся в городе Иваново. Пинск посетила министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Марьяна Щеткина. В рамках рабочего визита был рассмотрен широкий спектр наиболее актуальных сегодня вопросов. Трудоустройство пинчан, занятости пенсионеров, подготовки детей к началу учебного года и не только. Подробности узнаем у Кристины Давидовской. Министр труда и социальной защиты Марьяна Щеткина приехала в Пинск для изучения ряда проблем социальной сферы. В кабинете председателя Пинского горисполкома обсуждали вопросы трудоустройства пинчан и помощи родителям в подготовке к школе своих детей. Министры заинтересовала ситуация на рынке труда, неполная занятость и работающие пенсионеры. В рамках визита – посещение завода Пинема, социальных объектов и не только. Прежде всего, это день информирования, это встреча с коллективом. Мы переговорим обязательно о тех проблемах, которые на предприятии. Раз уже приехали в Пинск, обязательно все посещения всех социальных объектов. Посмотрим, каким образом тоже и подготовка 1 сентября идет, как оказывается помощь пожилым гражданам, инвалидам. Обязательно посмотрим треустройство, о чем я говорила, о проблемах безработицы. Мы проанализируем, как идет работа. И, честно говоря, обязательно сходим. У нас есть объект замечательный еще, Ясель, это наш подведомственное министерство. Обязательно проеду, посмотрю, как организован отдых пожилых людей, потому что они у нас там отдыхают, какие у них вопросы. В диалоге с председателем Пинского горисполкома заинтересовал вопрос о рабочих коллективах. Как считает Мариана Щеткина, в коллективе предприятий должны работать люди разных возрастов. Молодежь необходимо развивать, талантливым давать перспективы для роста. Пенсионеров, хороших работников и профессионалов поддерживать и давать возможность продолжать работать, если они этого хотят и работают хорошо. Нельзя просто брать и автоматически говорить, вот он пенсионер, у него есть пенсия, до свидания за проходной. Ни в коем случае, потому что человек работает, если человек выполняет свои функции, выполняет должностные обязанности на хорошем качественном уровне, пусть работает. И уверена в том, что, вы знаете, если вы проходите по цепи, вот как мы сейчас пойдем, да, из трудовой коллектив, то вы никогда не скажете, пенсионер это или не пенсионер, по человеку этого и не видно. Понимаете, поэтому, естественно, нужно просто смотреть, насколько человек справляется со своей работой. Затронули и вопрос о подготовке к школе. Малообеспеченным и многодетным семьям оказывают помощь. Любой ребенок должен быть хорошо подготовлен к началу учебного года. Мы все были детьми, мы все ходили в первый класс, у нас у всех было 1 сентября, и мы все знаем, что когда приходишь в класс, и все равно ребенок, особенно начальная школа, он смотрит, какая тетрадка у соседа, какой дневник, какая ручка, какой портфель, правда? И надо, чтобы детишки, когда они придут 1 сентября, это должен быть праздник. И у них должны быть хорошие стартовые возможности тоже, хорошее настроение, и каждый должен быть, ну, можно сказать, таким бытовым словом, упакован. Да, и упакован хорошо, и чтобы это действительно у него было хорошее настроение. Каждый случай в этой ситуации рассматривают индивидуально, вне зависимости от критериев малообеспеченных семей. Ведь в жизни бывают разные ситуации. С 11 июля в Беларуси действуют новые правила бытового обслуживания потребителей. Специалисты отмечают, долгожданная редакция правил теперь отражает реальные требования к предоставлению бытовых услуг, а также четко регулирует отношения между исполнителями и потребителями в этой сфере. Субъектам хозяйства мы не отдали 3 месяца, чтобы привести свою деятельность в соответствии с новыми правилами. Что изменилось в правилах бытового обслуживания потребителей, узнавала наша съемочная группа в Солигорске. Действующие правила бытового обслуживания потребителей были приняты в 2004 году. С того времени появилось немало новых видов услуг, но порядок их оказания никак не регламентировался. Потому и был принят измененный документ. В сфере бытового обслуживания пересмотрены 23 госстандарта. Появились новые главы, например, об оказании бытовых услуг сельским комплексным приемным пунктом. Конкретизирован и порядок оказания новых видов услуг, что сократит количество конфликтных ситуаций. Для большинства исполнителей привести свою работу в соответствии с новыми правилами было несложно. В Солигорском районном комбинате бытового обслуживания и до этого старались угодить клиентам и соответствовать их требованиям. Перейти на новые правила было несложно, потому что мы как бы отвлекались от старых правил и много делали, и в этих правилах уже записали, внесли документально. Вообще правила они регламентируют отношения между потребителем и исполнителем. И здесь уже как бы больше, ну более досконально, можно сказать, записано все, как должен вести и исполнитель, и что требовать от потребителя. Ну и здесь очень нам понравилось, что внесли как бы вот в предыдущих правилах не было обслуживания инвалидов первой группы и второй и третьей группы инвалидов, у которых есть непосредственно нарушение опорно-двигательного аппарата, что их можно обслуживать на дому. И в то же время здесь, если в парикмахерской, то без очереди. Мы это и делали и раньше, выезжали, девочки на дом, парикмахеры стригли, фотограф фотографировали, и на районе мы это делаем. Как бы если нас так попросили, мы никогда, вот в первую очередь человеческий фактор, не заглядываем в эту книжечку, надо, значит надо, и поехали. И сделали, главное, чтобы человеку было приятно. Из важных для потребителя нововведений в сфере бытового обслуживания можно выделить несколько пунктов. Перечисленные в правилах категории инвалидов получили законное право на первоочередное и выездное обслуживание не только в государственных, но и в частных парикмахерских и фотоателье. Регламентирована выдача подарочных сертификатов и абонементов. Теперь в них должны быть указаны дата выдачи, срок действия, стоимость, описание услуги и сведения о госрегистрации исполнителя. Раньше пункта о сертификатах в правилах вообще не было, что вызывало немало конфликтных ситуаций. Решить споры поможет и еще одно уточнение. По новым правилам клиента, ожидающего своей очереди за 15 минут до окончания работы парикмахерской или ателье, должны предупредить, что на оказание услуги может не остаться времени. Отказать в предварительной записи могут и тем, кто трижды записался и не пришел. По предложению предпринимателей ввели новую услугу для водителей авто. Теперь техническую помощь можно получить прямо на дороге. И главное, все, кто оказывает бытовые услуги, теперь должны числиться в Едином государственном информационном реестре бытовых услуг. Деятельность без свидетельства о регистрации с 11 июля незаконна и влечет приличный штраф. До 200 базовых величин для индивидуального предпринимателя, до 500 для юридического лица, плюс конфискация дохода. По данным отдела торговли и услуг Солигорского райисполкома, в реестре бытовых услуг на сегодня зарегистрировались порядка 90% местных предпринимателей. Я еще раз призываю всех субъектов хозяйствования, которые оказывают бытовые услуги, открыть информацию на сайте Солигорского райисполкома, найти наш раздел, где административная процедура отдела торговли и услуг, посмотреть, какие нужны документы. Там очень все просто, процедура бесплатная, на нее отводится 3 рабочих дня и 5 рабочих дней выдает Министерство торговли. Вот такое вот свидетельство. Если будет штраф за невнесение сведений в реестр бытовых услуг, то будет и конфискация дохода, полученного за это время, когда ты работал без внесения. Поэтому, опять говорю, призываю субъектов хозяйствования, чем раньше вы несетесь, тем меньше будут штрафные санкции и меньше будет конфисковано дохода. Свидетельство о регистрации в Едином государственном информационном реестре бытовых услуг должно быть вывешено на видном месте. На обозрение потребителей подчеркнули специалисты. Неисполнение требований трактуется как нарушение правил оказания бытовых услуг и влечет штраф до 10 базовых величин. Правда, пока контролирующие органы к штрафным санкциям не прибегают от срочка до конца лета. Министерство торговли дает возможность всем, кто оказывает бытовые услуги, узаконить свою деятельность. 9 августа в стране стартовала благотворительная акция в школу с добрым сердцем. Ее организатором выступил Республиканский союз молодежи. Основная цель – собрать канцелярские спортивные принадлежности, необходимые для школы детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Сделать это можно до 15 сентября. Свой вклад внесли в общее доброе дело и солигорские активисты. Подробности расскажет наш корреспондент. Таким образом, БРСМ привлекает внимание общественности к оказанию помощи детям. Каждый должен пойти в школу подготовленным, говорят волонтеры БРСМ, которые сами являются школьниками. Поэтому в благотворительные акции призывали участвовать всех, кто переступал порог гипермаркета. Мы собираем сбор канцелярских и спортивных принадлежностей для малозабеспеченных семей и детей-сирок. Когда мы подходим к людям, они нас благодарят за то, что мы это сделаем, читаем и иногда ложатся вещи сюда. 1 сентября не за горами, поэтому БРСМ объявил старт районной акции в школу с добрым сердцем для оказания помощи многодетным, полным семьям, а также семьям, испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году. Потому что каждый ребенок из малозабеспеченных семей нуждается в этом, и я считаю, что каждый должен дать частичку своей души, тем более, что это совсем не сложно. Совершить доброе дело мог каждый неравнодушный житель города. Купить письменные принадлежности, канцелярские или спортивные товары, а также другие необходимые для школьников вещи, и принести на пункт сбора. Все, что было собрано волонтерами, будет передано детям из многодетных и малообеспеченных семей. Об одном из крупнейших сражений войны 1812 года, битве под Городичное, знают даже самые юные жители Пружанского района. Хотя о событии 200-летней давности до наших дней дошло совсем немного подробностей. Однако, многолетняя работа с архивами, а также поисковая деятельность, в том числе и местных жителей, позволили пролить свет на некоторые фрагменты истории. В глубине леса, подальше от суеты деревенских будней, расположена небольшая каплица памятник. Это символичное место в Поддубне имеет историческое значение. По выбитому на табличках тексту можно узнать о сражении между частью 3-й резервной обсервационной армии генерала Тормасова и австрийско-саксонскими войсками, о количестве убитых и раненых в битве под Городично. Несмотря на то, что с тех далеких событий прошло немало времени, эта страница истории не давала покоя кандидату исторических наук Леониду Нестерчуку. Исследуя и анализируя факты, ему удалось сделать несколько новых заключений. Так, историк пришел к выводу о том, что могила с Дубовым крестом у деревни Хорки Пружанского района является братским воинским захоронением. Мужчина выступил инициатором проведения там поисковых работ. Идею поддержали райвоенкомат и районный исполнительный комитет. Результатом дела стало обнаружение останков 29 человек. По распоряжению Пружанского райисполкома было принято решение перезахоронить останки у восстановленной каплицы памятника. Все робилось по черзе, все это, я говорю, все это ушанование этой битвы. Потому что, ну, мусит так Господь дает и допускает, что с початку мы обновили городеченскую Свято-Покровскую церковь. Это было ровно 24 годы, на 25 вот худка будет и обновление. Затым приступили до обновления каплицы. Все тут было разбурено. Мы шерох каменных помников там обновили тут на этой земле. И пришла колейка ввозь до ушанования в могилы братской Калевевской Хорки. В траурной церемонии приняли участие представители вертикали власти, районного военкомата, воинских частей, а также местные жители. Поминальный молебен по всем погибшим в сражении воинам ослужили настоятели костела Святой Троицы и прихода Свято-Покровской церкви в городечно. Это дети, чьи были, не по своей воле они пришли сюда, а по воле неких там чужинских кировников. Но это на сумлении кировников этих держав. И все же таки мы проявили почутствие, достойное почутствие гоноров и отпели, отпевали за покой этих воинов, которые вот склали свои головы здесь, тут на этой земле. Во время поисковых работ в деревне Хорки были также найдены монеты, которые подтверждают факт захоронения воинов в 1812-м. Находки были сразу же переданы в пользование местного музея. По мнению историка Леонида Нестерчука, на проведенном исследовании ставить точку нельзя, а потому в планах на будущее – поиск других захоронений. С поддержкой такой инициативы выступили и местные власти. Мы думаем, что, возможно, вот именно в том месте изъяты все останки воинов, поэтому, возможно, пока работы не будут вестись. Но если вдруг мы увидим в том, что там еще остались, конечно, останки, конечно, они будут продолжаться, эти работы. В настоящее время пока мы не видим в этом необходимости. Сражение подгородично стало одним из самых кровопролитных в 1812-м году. В нем приняли участие около 60 тысяч человек, десятая часть из которых здесь осталась навечно. Погибшие воины были похоронены около деревень Хорки, Поддубной и Шерешево. Сегодня в Пружанском районе есть несколько памятников, свидетельствующих о далеких событиях, которые увековечивают память о погибших все годы. Вскоре памятный знак появится и на месте захоронения 29 воинов. Гул мотора самолета и звуки моторной лодки разбудили жителей Брестского района в одно раннее утро. Приятной неожиданностью для них стало появление на загородных водных берегах профессиональных парашютистов, военнослужащих 38-й отдельной краснознаменной мобильной бригады. В этот раз они удивляли случайных зрителей своими необычными тренировками. Бойцы крылатой пехоты отрабатывали технику десантирования на воду. Это один из наиболее сложных этапов подготовки, к прохождению которого допускается только самое обученное военнослужащие. В этот раз с учебным заданием справлялся офицерский состав подразделения. Наблюдала за учениями и наша съемочная группа. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. За каждым движением парашютиста пристально наблюдает на земле целая руководящая бригада. Только слаженными действиями достигается высокий результат. В очередной раз бойцы крылатой пехоты оттачивали образцы своего особого армейского искусства, отрабатывая технику правильного приземления на водную гладь. Такой вид десантирования является, пожалуй, одним из наиболее сложных и опасных элементов подготовки. Поэтому, прежде чем зайти на борт, военнослужащие бригады прошли серьезную школу, в которой, кроме навыков обращения с парашютом, была сдача нормативов по плаванию в полном обмундировании. Это дело нужное, важное, потому что, тем более зная наш ландшафт и природу Белоруссии, у нас озер много. И, как правило, вблизи площадок приземления, где мы можем совершать прыжки, их хватает. Поэтому, возможность десантника попасть именно на воду, приводниться, очень велика. На первый взгляд кажется, что десантирование на воду ничем не отличается от обычных прыжков на сушу. Разве что расстоянием, которое в этот раз было существенно меньше и составляло в среднем порядка 500 метров. Однако, главная сложность здесь скрыта от глаз обывателя. Нужно не только вовремя отстегнуться и безопасно выйти из-под парашюта, но и совершить правильную эвакуацию на лодку. Выполнив задание, десантники в очередной раз доказали, что для них невыполнимых задач не бывает. Все удалось, все получилось штатно. Парашютная техника сработала нормально. Прыжком доволен, тем более это не первый мой прыжок. Поэтому все хорошо. Маленький элемент всегда страха присутствует, но всего лишь маленький. Он всегда перебивается храбростью и гордостью настоящего белорусского десантника. За время учений порядка 70 самых подготовленных военнослужащих прошли очередное испытание водой и воздухом. Но на этом бойцы крылатой пехоты останавливаться не спешат. Впереди у них, согласно комплексной программе подготовки, новые, более сложные задачи. Одна из которых – приводнение с оружием, но уже в полном боевом обмундировании. Десятый сезон открыл спектакль «Импинская шляхта» Полесский драматический театр. Занавес после каникул в драмтеатре подняли 9 августа. На афишах в последний месяц лета значатся нашумевшие премьеры июня, сказка для детей «Конек-горбунок» и мелодрама для взрослого зрителя «Можно стать счастливым завтра». На пинской сцене также появятся чеховские три сестры. Почему рабочий график у пинских служителей «Мельпомены» в новом сезоне будет плотным, узнавала Елена Михайлюк. Занавес после отпуска подняли в Полесском драматическом театре 9 августа. Новый юбилейный сезон стартовал традиционно с визитной карточки. Спектакль «Импинская шляхта» в постановке российского режиссера Виталия Барковского. На афишах в последний месяц лета значатся нашумевшие премьеры июня. Сказка для детей «Конек-горбунок» и мелодрама для взрослых зрителей «Можно стать счастливым завтра». У нас, честно говоря, планы достаточно обширные. Мало того, хочу сразу упредить и жителей нашего города, что наш театр будет работать по достаточно плотному графику работы на выездах. Поэтому в городе мы будем находиться, ну так утревно говоря, достаточно краткое время. Почему? Потому что, допустим, вот сейчас буквально в конце августа мы выезжаем на Гродничину, где будем принимать участие, мы получили приглашение, везем туда наш спектакль «Черная панна не освежая». Поэтому график у пинских служителей «Мельпомены» будет плотным не только в плане показа спектаклей. Труппа Полесского драматического засобирается на гастроли. Например, в конце августа жители Гродничины увидят драму режиссера Павла Маринича «Черная панна не освежая». В октябре актеров будут встречать в Минске. А уже в ноябре сразу с тремя спектаклями состав примут на российской сцене. Вывозим туда три наших спектакля. Это «Две детей», мы будем там показывать «Конёк, горбунок». И два спектакля взрослых, это «Черную панну не освежая» и «Я так хочу домой». Значит, это что касается гастролей. Юбилейный для театра год будет и фестивальным. Наша труппа получила приглашение на Белорусский фестиваль драматургии. Не пройдет без участия пинчан и Международный театральный форум «Смоленский ковчег». А тем временем в насыщенные будни подготовки к конкурсам вписаны и репетиции. Актерский состав приступил к работе над спектаклем «Три сестры». Режиссер Павел Маринич. Еще одна постановка пока на стадии обсуждения. «Мы сейчас немножко решили отойти от более каких-то серьезных, может быть, постановок таких, коими являются, допустим, там, нахаузы. Вот я так хочу домой. Ну, вот такого плана. Божьи короки возвращаются на землю, да. Ну, более-таки социальные, что ли, и более серьезные вещи, которые, ну, может быть, зрителям, не всем зрителям воспринимаются. Ну, вы понимаете, что обыватель, допустим, кто-то хочет просто прийти в театр и отдохнуть. Хотя наш принцип, да, что все-таки иногда надо так, чтобы и где-то и внутри зацепило. Также в следующем году Полесский драматически готовится принять у себя Республиканский фестиваль малых театров, проект в разработке. Дату проведения озвучат по планам уже в начале следующего года. Это были новости. Мы рассказываем только о самом важном и интересном, что происходит сегодня в регионе. Всего вам наилучшего, дорогие телезрители. Встретимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова